Вот это яхточка, она не привыла в Манавгат, на речку Манавгат. Здесь можно увидеть, что река, сейчас у нас середина октября, река градусов 13, сказали, плюс 13, вода ледяная, как лёд. Я уже проверила, потрогала, ноги сжжёт прямо от холода. А вот здесь уже начинается море, средиземное, естественно. Все здесь находятся, здесь купаются, потому что здесь сегодня вода плюс 28. Здесь также совершают другие яхты, туры по реке Манавгат. Вот это яхты в основном из Анталии и Манавгата. Они сюда приезжают, чтобы тоже искупаться. Там и вдалеке видим фонари, то есть маяк. Вот здесь можно их заметить. Там как раз река, холодная, ледяная, впадает в море. Получается такой контраст. Ледяная вода и тёплая вода. Вот мы плывём по реке, по горной, которая называется Манавгат, которая холодная, ледяная. Вот это мы наблюдаем. По-моему, я догадываюсь. Это рыбу ловят. Загоны для рыб. Вот это отель. Water Cd Resort Spa. Это уже пошли отели. А, вот эта, что вот жёлтенькая, это, по-моему, стадион футбольный. Потому что турки очень любят футбол. Их очень много здесь. Барбоса. Это большая яхта такая. Это тоже большая яхта. Тоже барбоса. Барбоса у нас четырёхэтажная. Это тоже четырёхэтажная. И это четырёхэтажная. Аквапарадайз. Тоже интересные яхты. Здесь яхты стоят на ремонте. Это Терсане. То есть, по-турецки можно сказать, что это морской порт. Док. Где ремонтируются и строятся новые корабли. На зиму здесь очень много ремонтируется яхт. И также новые строят. Там вот, можно увидеть, тоже ремонтируется. Вот, а это яхта Сиде Алания Сиде. Это, можно сказать, морское такси, которое перевозит пассажиров из Сиде Валанию и Абрана. А у нас как раз Сиде тоже иногда стоит. Называется Анталиян. Ривер Пираты. Ривер Пайрат. Это тоже большая яхта относительно. Ну и все. Обратите внимание, все яхты с декором под пиратов. В основном под один и тот же фильм, который можно даже не догадываться. Мы уже знаем сто процентов, что это Джек Воробей и пираты Карибского моря на всех яхтах изображены. Здесь тоже отель. Яхта поехала. Я уже вижу, что здесь. Наши аланийские яхты. Можно сможете поехать, а без herum. пираты, помидор пираты. Граждане... Пираты... Но для третий, 2 евро, 2 доллара или 5 литров. Это будет 1 дампюр пицца, окей? Это ваша помощь, не моя помощь. И, дорогие дампе, все вещи оставьте в боте. У вас нужно только фотоаппарат, немного денег, для женщин, детей, женщин. Инжи-комната тоже наша яхта ланийская. Там вот катамаран стоит такой большой. Вот по этому мосту едут из Анталии в Аланию. И наоборот. Это вот на ремонте. Сейчас они на зиму сюда приехали, чтобы ремонтироваться, подкраситься, еще какой-нибудь сделать ремонт. Кстати, вот эта вот яхта. Она у нас сгорела, не запомнила по мани. Сейчас она здесь на ремонте. называется Викинги. Там тоже наши яхты из Алании. Одна викинги. И дракон. И еще вот одна стоит. Они уже прибыли из Алании на ремонт. Вот тут отель. Я сейчас не знаю. Ну, эти тоже приехали, ждут своей очереди. Некоторые яхты большие, поэтому могут даже оставаться на зиму в воде. Некоторые поставят яхты на сушу. Это из Анталии приехали яхты, из Манавгата. Они тоже будут ремонтироваться. Ну, это наша яхта, на которой мы катаемся. Ну, это вот по возвращению мы уже видим вот эти яхты. Аква Парадайз, Анталийская яхта, большая. Я ее в первый раз вижу. Барбоса эту я тоже видела как-то. Но так близко я тоже первый раз вижу. Ну, и знаменитая Барбоса, тоже из Сиде. Я уже ее видела, ходила внутрь, смотрела еще в прошлом году, когда она стояла здесь на стоянке. Ну, вот мы опять возвратились. Сейчас можно увидеть еще раз поближе рыбные заловы. Яхточки опять. Вот река Манавгат. Она не такая и широкая. У нее есть еще собственное водохранилище. А сейчас у нас исторический момент будет. Мы сейчас увидим, как река впадает в море. Осталось буквально уже немножко. Море уже видно. Пляж видно. Здесь, естественно, сделали искусственный канал. Помогли. Здесь мы уже тоже видим море, видим пляж, видим фонарь. И вот он, исторический момент. Вот оно, вот оно, самая середина, где встречается море и речка. Вода, естественно, уже смешалась, и поэтому здесь и теплое, и холодное направление. Вернее, течение двух вод. Надеюсь, было интересно посмотреть. Я сама увидела в первый раз. Вот оно, море. Бесконечное. И канал. Вот это небольшой островок. Называется Карабру. Что в переводе с турецкого означает «черный нос». Не знаю почему. Но, видать, так удобно. Тут были какие-то строения, видать. Островочек по себе небольшой. Море здесь вообще чистое и прозрачное. Даже видно на камеру с высоты. Море такое прям зелененькое. Видно водоросли. Морей. Морей. Островки. Островки. Скорей. Одни разmer. Цвет.